О подготовке купе класса Gran Turismo McLaren обмолвился в Женеве, показав кадры машины в камуфляже, искажавшем форму кузова. На новых снимках машина снова скрыта маскировочной пленкой, но очертания ясны. Двухместное среднемоторное купе получит битурбомотор V8 и обещает стать самым просторным и комфортабельным McLaren, приспособленным для дальних путешествий. Вскоре с машины снимут камуфляж и обнародуют название. Российский офис компании Volvo обнародовал прайс-листы на рестайлинговый кроссовер XC90 и новый приподнятый универсал V60 Cross Country. Итак, обновленный кроссовер подорожал на 35-100 тысяч рублей. Базовая комплектация T5 Momentum с бензиновым мотором мощностью 249 л.с. стоит 3 955 тысяч рублей. В начале лета у дилеров появятся 5 и 7 местные версии. Четырехместных машин в топовой комплектации Excellence в России больше не будет. Зато осенью появятся шестиместные с двумя креслами во втором ряду и цельным диваном-галерки. На следующий год намечен вывод мягких гибридов с индексом B5. Универсал Volvo V60 Cross Country приедет в Россию во второй половине лета в единственной комплектации T5 с турбомотором на 250 л.с. Базовая машина оценена в 3 миллиона 69 тысяч рублей. Японская газета Чубо Кейзай Симбун утверждает, что первый минивэн Лексуса уже в следующем году станет на конвейер с завода Toyota Inabe. Вполне логично, ведь там же на заводе выпускают минивэн Toyota Alphard, который наверняка послужит основой для нового Лексуса. Недавно тизер машины опубликовали китайские и тайваньские представительства Лексуса. Марка не подтверждает, что готовится именно минивэн, но слоган «роскошь пространства» говорит о многом. Не исключено, что предсерийную версию машины мы увидим на предстоящем автосалоне в Шанхае.